Вот начало строительства. Январь 2021 года. 360 тысяч рублей за квадратный метр. То требование по шумоизоляции выше. Положительное заключение. На публичное обозрение, чтобы все были точно уверены, обнаружено повышенное содержание бенспилена. На второй фотографии мы видим... ...отражаются в проектной документации. ...с классом энергоэффективности D и E. Для оценки степени загрязнения почвы, то даже проектировать жилые здания во всех образцах полученные значения. И смотрим, что такое бензопирен. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Невском районе у жилого комплекса Стрижи в Невском-2. Сейчас вы видите место расположения жилого комплекса на карте. Место считаю удачным. Парк Бабушкино, Ивановский карьер, железнодорожный узел Фарфоровская и в пешей доступности станция метро Ломоносовская. Я когда снимал первую очередь комплекса, помню, что он мне понравился. В первую очередь строительство 3144 квартиры и 767 машиномест в подземном паркинге с классом энергоэффективности всех зданий B высокий. Во второй очереди строительство Стрижей 2325 квартир и 653 машиноместа в подземном паркинге с классом энергоэффективности D и E. Если я правильно понял закон об энергоэффективности, то даже проектировать жилые здания с классом энергоэффективности D нельзя. А тут не только запроектировали, но и построили. И уже сдали. Я открыл проектную декларацию застройщика за 2020 год, чтобы посмотреть, какой был изначально заявлен класс энергоэффективности. Знаете, бывает так, на старте проекта застройщик заявляет об одном классе энергоэффективности, а перед сдачей его почему-то снижает и сдает уже с более низким классом энергоэффективности. Но тут изначально были классы энергоэффективности D и E, а первая проектная декларация датирована от 31 декабря 2020 года. Каждый проект проходит негосударственную экспертизу для того, чтобы получить положительное заключение. Сейчас мы с вами видим экспертизу на жилой комплекс 3G2. В районе проведения инженерно-экологических изысканий находятся два объекта культурного наследия. Комплекс построек поваренного завода Вена и храм римско-католической Святого Сердца Господа Иисуса. Для оценки степени загрязнения почвы всей площади застройки по санитарно-химическим показателям были отобраны 18 проб с 6-ти пробных площадок. В соответствии с протоколом санитарно-химического обследования почв, выполненного аккредитованной лабораторией АЛЭМ, во всех образцах полученные значения превышают предельно допустимую концентрацию по бензопирену. Открываем википедию и смотрим, что такое бензопирен. Бензопирен – это ароматическое соединение, представитель семейства полициклических углеводородов, обладает сильнейшей канцерогенной активностью, как и многие другие полиароматические углеводороды, чрезвычайно токсичен. По степени воздействия на организм относится к первой – высшему классу опасности. После публикации поста в моем телеграм-канале со мной связался представитель-застройщик и предоставил свое видео. Давайте его вместе внимательно посмотрим. Опросы загрязнения почвы бензопиреном актуальны для любых мегаполисов, крупных промышленных центров и территорий бывшей промышленной застройки. Бензопирен попадает в почву преимущественно при сгорании углеводородного топлива. На этапе выбора земельного участка к строительству проводятся инженерно-экологические изыскания, где выявляются химические загрязнители компонентов окружающей природной среды. На основании этих данных разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение компонентов окружающей природной среды и подготовки участков к застройке. Данные мероприятия отражаются в проектной документации. Для объекта ЖК «Стрижи» в Невском-2 были предусмотрены такие мероприятия, как разработка, погрузка и вывод загрязненных грунтов на полигон, благоустройство территории с применением привозных чистых грунтов. По результатам выполненных мероприятий были проведены контрольные лабораторные исследования почв. Никакие химические загрязнители в почвах не обнаружены. Требования санитарно-гигиенических нормативов соблюдены. Но раз я не нашел эту экологическую экспертизу, думаю, отдай-ка я посмотрю на фотографии от начала строительства жилого комплекса до его окончания. Ну уж точно, я там увижу эти сотни грузовиков, которые вывозят опасную землю из-под комплекса. Чтобы, друзья, быть неголословным, мы с вами зашли на сайт Министерства строительства Российской Федерации. Здесь мы набираем жилой комплекс «Трижи» в Невском и открываем все объекты. Заходим, смотрим. Жилой комплекс «Трижи» в Невском 2. Сдали 5.9.23. Начинаем смотреть, что у нас есть из документов. Вот они, документы. Вот все проектные декларации. Здесь разрешительная документация. Информация о выданных заключениях, о соответствии, разрешении на ввод, разрешении на строительство, экспертиза, проектной документации. Нажимаем, скачиваем до файлика. Открыли с вами положительное заключение экспертизы. Здесь мы, соответственно, видим экспертизу. Кто экспертная организация, это региональный центр экспертиз. И общество с ограниченным ответством, специализированный застройщик Сэтл-Сити, это заявители. Через поиск пишем «Экология». Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. Для проведения негосударственной экспертизы не требуется предоставление такого заключения. То есть здорово, да? Яд нашли в земле, а экологическая экспертиза не нужна. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям подготовлен в 2019 году. А, соответственно, мысль у меня какая, что раз нет экспертизы экологической, хотя говорят, что она есть. Были проведены контрольные лабораторные исследования почвы. Но почему-то здесь ее нет. Давайте посмотрим. Вот эти фотографии. Это фотоотчет, который предоставляет в соответствии с законом каждый застройщик. Вот начало строительства. Январь 2021 года. Начинаем смотреть. Вот она территория, получается, вот он забор. Так, понимаю, что вот они вот это здание начинают демонтировать. Вот оно. Это январь 2021 года. Смотрим. Февраль 2021 года. Что они уже частично его демонтировали. Вот здесь большое количество бетона. Вот он этот забор. И на второй фотографии вот мы видим, что сверху у нас... Вот здесь они, соответственно, отбойниками отбивают фундамент. Здесь, видите, все в бетонах. Вот в кучу грузовиков. Пока я никаких не вижу. Смотрим март. Что мы видим в марте? Мы видим, что отбойниками продолжают разбивать бетон. Мы видим, что выкопали часть земли. Вот эта земля. Вот здесь, здесь, здесь она. Ну, соответственно, это подбудущий фундамент дома. На второй фотографии мы видим все то же самое с другого ракурса. Это март 2021 года. Давайте смотреть дальше. Апрель 2021 года. Что мы здесь видим? Мы видим, что вот здесь... Ну, это котлованом не назвать. Ну, вот такую, типа, траншейку они подрыли. И большая куча мусора. Вот эти остатки бетона. Вот здесь какие-то головки торчат. Это видно вот с этих стоек, которые здесь остались. Все, я больше пока ничего не вижу. На второй фотографии мы видим ракурс с другой стороны. Вот он, пивзавод Вена. Вот эти здания. Сейчас здесь стоят все дома. Ну, вот давайте смотреть дальше. Это у нас апрель 2021 года. Идем дальше. Май 2021 года. Открываем. Мы здесь видим, что прямо сюда вот эта серая крошка. Это остатки фундамента, которые разбили. И вот видно, что уже сюда начинают заколачивать буронабивные сваи. Вот они привезли бетон. Обратите внимание, что мы здесь с вами, друзья, не видим, что они что-то выкопали. Мы не видим, что кто-то что-то ввозит. Вот мы видим грузовик. Вот грузовик, друзья, я увеличил. И мы видим, что грузовик пустой. Я не знаю, что вы возили или нет. Но вот он, по крайней мере, здесь один. Я других здесь не вижу. На второй фотографии мы видим тоже. Вот этот грузовик стоит, это другой ракурс. И больше здесь ничего нет. Чтобы кто-то здесь выкапывал этот грунт, я пока не вижу. Если вдруг вы это увидели, обязательно меня поправьте. Может быть, у меня со зрением плохо. Дальше смотрим. Вот свая. Техники больше никакой нет. На второй фотографии все аналогично. Это июнь 2021 года. В июле 2021 года. Вот мы видим, вот все серое. Это остатки, соответственно, бетона. Вот мы видим кирпич. Так как здесь не так-то много бетона. Я вот, знаете, у меня такое ощущение. Вот я смотрю на это фото, что его просто такое ощущение, что разровняли. Но вот грунт, как был вот здесь под ним, все-таки осталось. Никто ничего не вывозил. Вот здесь я вижу целую кучу битого какого-то кирпича. Наверное, со стройки. Вот я вижу, здесь они что-то копают. И вот здесь тоже куча земли. Больше мне ничего не видно. На второй фотографии это другой ракурс. Но вот здесь все аналогично. Это июль. Соответственно, смотрим август. Вот он август. Мы здесь, видим, уже уложили плиты для того, чтобы бетонные мешалки могли заезжать. И вот они как раз забивают трубы, чтобы залить буронабивные сваи. И вот под них как раз лежит арматура. Тут они сваривают. Здесь они вот вяжут все. Вот он строительный городок у первой очереди. Это другой ракурс. Вот это серое, это остатки бетона. Как мы видим, с вами земля. Вот эта вся как была, так и осталась. Смотрим дальше. Ну, возможно, они дальше просто это вывезли. Вот он сентябрь, друзья. Что мы здесь видим за забором? Ну, мы видим такую же картину. Стало больше, соответственно, техники, которая забивает сваи. И все на этом. Вот здесь электрический кабель пустили. И вот здесь мы видим, что грунт. Здесь видим мусор, что мусор немножко насобирали. Но посмотрим дальше, может быть, где-то это будут эти грузовики. Сентябрь, октябрь. Вот мы видим, что вбивают сваи, трубы вернее, электричество. Вот другой ракурс. Большое количество техники, грязи. Если увеличить, то мы видим, вот он разбитый бетон. Вот он прямо здесь валяется под всей этой техникой, которую, похоже, укатывают прямо в землю. Ноябрь, 21-й год. Вот она дата, друзья. Ноябрь, 21-й год. Вот здесь мы что уже видим? Мы видим, что уже все буронабивные сваи. Частично, по крайней мере, здесь они есть. И вот они, оголовки торчат. Что здесь была выемка грунта, я, честно говоря, не вижу. Может быть, это видите вы? Здесь мы уже видим, что залили все бетоном. Это у нас ноябрь 21-го года. Смотрим, декабрь 21-го года. Здесь уже начали дальше все строить. Понятно, что больше ничего не видим. Это у нас ID дома 38-624. Давайте вот этот посмотрим. 24 этажа. Вот он, самый высокий, который на углу стоит. С классом энергоэффективности, заявленным Е. Вот, кстати, видите, какая классная табличка. Е – это пониженный. Классно, да? Смотрим разрешительная документация. Экспертиза аналогичная. Проектная документация. Городостроительный план. Извещение о начале проекта договора. Схема планировочной организации земельного участка. И отчетность бухгалтерская, аудиторская застройщика. В прочих документах. Что у нас тут есть? Давайте скачаем, посмотрим. Экспертиза. Региональный центр экспертиз. Строительство. Оценка соответствия проектной документации установленным требованиям. Все. Давайте через поиск посмотрим. Экология. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы. Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Бенспилен это крайне опасное вещество, которое относится к классу пулициклических углеводородов. Вещество обладает мутагенным и канцерогенным действием. Часто накапливается в больших количествах в почвах и водоемах. Поскольку вещество относится к первому классу опасности, самые опасные вещества, с самой низкой предельно допустимой концентрацией, его содержание в почвах и водах должно тщательно контролироваться. Образуется бенспилен при неполном сгорании различных органических субстанций, в частности нефти, газа и тому подобных. После сгорания бенспилен накапливается в почвах, откуда может попадать, например, в культурные растения, в том числе далее используемые в пище, например, овощи или фрукты. В организме человека бенспилен, как жирорастворимое вещество, может накапливаться в достаточно больших дозах и крайне сильно отравлять организм, в том числе вызывая такие заболевания, как рак, болезни сосудов и иные смертельные заболевания. Соответственно, если в грунте для строительства, либо для сельскохозяйственных нужд обнаружено повышенное содержание бенспилена, то данный грунт необходимо подвергнуть более тщательной экологической экспертизе и соответствующим образом утилизировать. Я бы, конечно, хотел, чтобы застройщик предоставил фото, видеоматериалы и экспертизу экологическую, о которой говорил представитель застройщика, на публичное обозрение, чтобы все были точно уверены, что слова застройщика сопоставляются с делом. Согласно данных экспертизы, шум в дневное и ночное время не превышает допустимые уровни. Но при этом жители мне сетовали на шум, доносившийся от железной дороги. Ознакамливаясь с экспертизой проектной документации, я обратил внимание на соответствие количеству парковочных мест. Согласно данным экспертизы, на 2325 квартир положено 1119 машиномест. Фактическое количество машиноместа, размещенное в границах проектирования, составляет 1124 машиноместа. В выданном разрешении на ввод в эксплуатацию я насчитал 605 машиномест в паркинге, а в проекте было 653 машиноместа. Стандартная высота потолка в жилых помещениях 2,77 метра, а на последних этажах в 3 метра. Я недавно обозревал для вас жилой комплекс Любоград, в котором уменьшили толщину монолитного перекрытия до 16 сантиметров. Стандартное межэтажное перекрытие, как правило, в 20 сантиметров толщину, бывает и 18. Но в Любограде застройщик пошел дальше и сделал перекрытие в 16 сантиметров толщиной. И здесь аналогично, друзья. Типовое перекрытие между жилыми квартирами запроектировано из железобетона толщиной 160 миллиметров, звукоизолирующего слоя толщиной в 5 миллиметров, цементно-песчаной стяжки армированной фиброволокном толщиной 55 миллиметров и чистового покрытия пола. Так, для справки, в жилом комплексе Любоград шумоизоляционный слой толщиной в 1 сантиметр, такой же, как и, к примеру, в жилом комплексе Ржевский парк от ЛСР. Когда в зданиях на первых этажах расположены коммерческие помещения, то требования по шумоизоляции выше. И в проектах я вижу обычно специализированную шумоизоляцию производства Руквелл и Технониколь. В стрижах все иначе. Перекрытие между жилыми квартирами второго этажа и встроенными коммерческими помещениями первого этажа запроектировано аналогично и соответствует требованиям для размещения офисных административных помещений. В случае размещения магазинов, ресторанов, кафе, спортзалов и прочих объектов арендаторы или собственники выполняют дополнительную звукоизоляцию. Перекрытие для соблюдения требований СП и согласуют данные мероприятия в установленной законом порядке. Делайте выводы. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. Квартирография второй очереди выглядит следующим образом. Студии и однокомнатные квартиры занимают 82% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 15% и трехкомнатные квартиры 3%. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру от застройщика можно приобрести от 11 миллионов 100 тысяч рублей или 360 тысяч рублей за квадратный метр жилого помещения. Квартиры застройщик сдает и передает с чистовой отделкой. К примеру, в этот бюджет однокомнатную квартиру я могу приобрести в Ультра Сити за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Студию в жилом комплексе Около за 7 миллионов 400 тысяч рублей. Однокомнатную квартиру в жилом комплексе Шекспир от 9 миллионов 200 тысяч рублей. Или две студии в центре города на улице Марата. Все перечисленные мною объекты с чистовой отделкой, а на Марата с мебелью и техникой. На вторичном рынке однокомнатную квартиру в этом жилом комплексе продают от 10,5 миллионов рублей, что я лично считаю достаточно дорого. Данный комплекс, считаю, хорош с точки зрения арендного бизнеса, так как в шаговой доступности станции метро Ломоносовская квартиры застройщик сдает с чистовой отделкой. И квартирография комплекса говорит сама за себя. На сегодня, конечно, имея 11 миллионов рублей в кармане, я бы здесь не приобрел бы себе квартиру. Но те, кто их приобрел в 2020 году, большие молодцы. Студию в Стрижах сдают сегодня за 27 тысяч рублей в месяц. Студия в Стрижах на сегодня стоит от 7,5 миллионов рублей без учета мебели и техники. Соответственно, срок окупаемости составит 23 года без учета простоев и накладных расходов. В своем телеграм-канале я очень часто публикую интересные данные. Так что, друзья, присоединяйтесь, ссылка на канал вот здесь в описании, и там можно открыто все комментировать. Разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди застройщик получил 5 сентября 2023 года. Я работаю как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичном. Нужна помощь с покупкой либо продажей недвижимости? Звоните в мои контакты в описании к этому видео или оставьте заявку на andreyartemov.ru Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк или ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok